Дмитрий Акимов Да, Александр, здравствуйте. Действительно, компания по вакцинированию в Петербурге идет полным ходом. В день в городе делают примерно 6 тысяч прививок от коронавируса. И таким образом, сегодня в Петербурге привито уже больше 400 тысяч человек. А при этом почти 300 тысяч уже закончили полный цикл вакцинации. То есть получили две прививки. В Петербурге развернута крупнейшая в стране региональная сеть пунктов для вакцинации. Так, сегодня в городе работают 134 пункта на базе медицинских учреждений. Кроме того, прививку от коронавируса можно сделать, например, в торговом центре, театре или даже на футбольном стадионе. С поставками вакцины в город проблем нет. Так, 3 апреля Петербург получил очередную крупную партию спутника В. Это 44 тысячи доз. Всего же в город уже поступило почти полмиллиона доз вакцины. Активность горожан и общая эпидемиологическая обстановка позволяют с осторожным оптимизмом смотреть в будущее. На фоне активной прививочной кампании Петербург готовится к проведению крупных мероприятий. Летом у нас пройдут чемпионат Европы по футболу. Первая игра намечена на 12 июня. Матчи в городе будут проходить при 50% заполненных трибун. Кроме того, в центре города будут работать две фан-зоны. Также из событий этого лета в офлайн-режиме состоится традиционный Петербургский международный экономический форум и международная конференция по исследованию космического пространства. О том, как будут проходить все эти крупные события, на которые приедут тысячи туристов и гостей, мы говорили с Владимиром Княгининым, это вице-губернатор города. И давайте послушаем, что он нам рассказал на этот счет. У нас есть все основания считать, что к июню на рубеж популяционного иммунитета в городе мы выйдем. На сегодняшний момент большинство мероприятий, которые планируются в Санкт-Петербурге, будут проходить вживую, не в онлайне, в офлайне. Посмотрим, будем принимать решения по ситуации, но пока мы исходим из того, что мы вышли из жестких ограничений. Ну и я добавлю, что общий уровень заболеваемости в городе снижается. Роста количества новых выявленных случаев заболевания коронавирусом нет уже больше месяца. По состоянию на 4 апреля зарегистрировано 711 новых случаев заражения в городе. Такие новости из северной столицы. Спасибо за них. О приючной компании в Санкт-Петербурге наш корреспондент Дмитрий Акимов. Санкт-Петербурге наш корреспондент Дмитрий Акимов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Санкт-Петербурге наш корреспондент Дмитрий Акимов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!